У каждой хозяйки есть свои довольно простые и сытные блюда на обед или ужин, предлагаю вам отличный вариант, фаршированные кабачки в мультиварке для вашей кулинарной копилочки. В сезон овощей хочется готовить максимально разнообразно, фаршированные кабачки в мультиварке, это довольно простой и быстрый вариант, который не требует большого количества ингредиентов, а также сил, всего около 15 минут подготовки, А дальше, дело техники. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Для начала необходимо заняться кабачком, его нужно вымыть, просушить и нарезать на 10-12 частей, в зависимости от размера, аккуратно вырезать середину, стараясь не повредить стеночки, при желании можно сделать такие формочки и выше, каждый кусочек слегка посолить, При желании можно натереть немного чесноком. 2. Рецепт приготовления фаршированных кабачков в мультиварке переходит ко второму этапу, начинке. Фарш лучше всего сделать дома, пропустив через мясорубку мясо, лучше говядину, с луком, в мисочке соединить фарш, яйца и вымытую, обсушенную, мелко нарезанную зелень, петрушка, укроп, базилик и т.д. 3. Предварительно нужно отварить в подсоленной воде рис, добавить его к фаршу, посолить и поперчить по вкусу, при желании можно добавить любимые специи. 4. Все нужно тщательно перемешать до однородной консистенции, при желании можно воспользоваться миксером, фаршированные кабачки в мультиварке. В мультиварке можно также делать с овощами, перцем, помидором и т.д. А также куриным филе. 5. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Когда начинка готова, ее можно выкладывать в заранее сделанные формочки, затем отправить в чашу мультиварки. На режиме тушения готовится блюдо будет около 35-40 минут, после завершения программы кабачки можно сразу подавать к столу. 6. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Кабачок 1-2 штук, фарш 300 грамм, рис 100 грамм, яйцо 2 штуки, зелень 50 грамм, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, количество порций 4-6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите снова.